Новости Дагестан продолжают. Работают телеканал ННТ в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале короткая глава. Развитие экономики Дагестана с учетом внешних факторов. В Махачкале прошло очередное заседание оперативного штаба под руководством Сергея Меликова. До места назначения доставлен. Гуманитарный груз от Махачкалы жителям ДНР и ЛНР уже в пункте распределения в Крыму. Время осмысления и духовного очищения. Вместе с Рамадан в городах и районах Дагестана проходят крупные мероприятия. На территории Джума-Мечети прошел очередной коллективный ифтар. Дешево или сердито? Сельскохозяйственная ярмарка прошла в минувшие выходные в столице Дагестана. В ней приняли участие более 180 сельхозтоваропроизводителей. Меры поддержки экономики региона в условиях санкции обсудили на очередном заседании оперативного штаба под руководством Сергея Меликова. Главными темами стали поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организация сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований. Отдельно были рассмотрены и вопросы собираемости налогов, в том числе меры по снижению задолженности по имущественным налогам с физических лиц. Как отметил глава республики, несмотря на санкционное давление, российская экономика успешно адаптируется в новых условиях. Так, около 400 миллионов рублей предусмотрено на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Меликов подчеркнул, что только качественное освоение бюджетных средств может дать серьезный толчок экономике Дагестана в целом. В первую очередь это касается денег, выделенных на реализацию национальных проектов. В текущем году это более 20 миллиардов рублей. Двухэтажный дом сгорел полностью. В Буйнакске в результате пожара сгорел частный дом и летняя кухня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет. Употребление и продажа наркотиков. Задержан 31-летний житель Махачкалы, при личном досмотре у которого было обнаружено 40 таблеток тромодола. Позднее при обследовании квартиры подозреваемого полицейские обнаружили еще 460 капсул аналогичного препарата. Установлено, что эти сильно действующие вещества он приобрел для личного употребления и последующей реализации. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Откуда у вас тромал? Взял через сайт. Через сайт взял, получил на почте и домой принес. И пришли домой. Какое количество вы заказывали? 50. 500 точнее. Получается 460 штучек. В общем, да? Да, 460 штучек. А для каких целей вы его заказывали? Употребление. То есть продавать вы его не собирались? Ну, употребление и, как бы, если это считается сбыт, с товарищем там вместе пополам. А там уже кто, не знаю, что собирался делать, то он где. Давно вы употребляете? Ну, да. Сколько лет? Года 2-3-4. Ну, даже 3 точно. Гуманитарная помощь от Махачкалы жителям ДНР и ЛНР доставлена до пункта распределения. В городе Армянске Республики Крым провели сортировку вещей по категориям и перегрузили в несколько КАМАЗов МЧС. После чего спасатели самостоятельно развезут провизию, одежду и средства гигиены по городам и поселкам. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рабадан Магомедов, сопровождающий груз в режиме видеосвязи, докладывал Салману Дадаеву о пути исследования. Вот, привели под назначение часть продовольствия, которое гуманитарная помощь экономик, которая была организована, выгрузили на склад. Спасибо, тогда давайте собирайтесь в обратный путь. В дальнейшем это будет распределено согласно плану графика по прилегающей населенной пункте, также и ДНР, ЛНР для пострадавших населению от тех случаев, которые сегодня происходят в нашей стране. Автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донецка и Луганская народных республик на дорогах страны встречали приветственными сигналами. На одной из заправочных станций Краснодарского края «Больший груз» заметил Николай Долонин, ветеран внутренних войск МВД России. В беседе с делегацией он отметил, что дагестанцы всегда отличались отзывчивостью в трудные времена. Наверное, каждый кусочек частицы от себя, житель Дагестана и Махачкалы, передает людям, которые испытали трудности в это время. Хочу огромные слова благодарности, как ветеран внутренних войск, высказать населению республики Дагестан и города Махачкалы за это душевное проявление гражданской позиции. Беженцы из Донбасса прибыли в дагестанские огни. До недавнего времени Каменевские проживали в городе Лисичанск Луганской области, но после начала боевых действий все члены семьи экстренно покинули небезопасную территорию. Глава семейства Каменевских является уроженцем дагестанских огней. Я родом отсюда, с города Дагестанские огни, учился здесь, закончил школу, пошел в армию, вернулся сюда. Тогда был Советский Союз, и мы все разбредались по Советскому Союзу, искали лучшей доли. Я не хочу сказать, что здесь было плохо, но так получилось, что я оказался в этом городе. И вот эти события, которые начались сейчас, вынудили нас вернуться опять на мою родину. Я приехал сюда вместе со своей семьей. Выезжали очень тяжело, под обстрелами. К счастью, выбрались оттуда, приехали сюда, обратились в городскую администрацию, к своим товарищам, нас здесь встретили очень тепло, очень хорошо, глава администрации принял. Сказать, что я удивился, я не могу сказать. Такая огромная благодарность главе города нам предоставили не только жилье, но и работу. Около 4 тысяч верующих приняли участие в коллективном эфтаре, который профинансировал председатель правительства республики Аду Муслим Аду Муслимов. Шатер Рамадана состоялся на территории центральной джума мечети Махачкалы. Перед разговением к собравшимся обратились представители власти, общественники и религиозные деятели. Очень много людей в республике стараются совершать эфтары, турист кормить постящихся. И в субъектах Российской Федерации, когда наши земляки саграли, помогали не только нашим землякам, не только там, где они проживают, независимо от национальности, но и своим районам, аулам, своим больницам. И именно роль муфтията в этом тоже была огромная. Именно поэтому на встрече с президентом Российской Федерации Сергей Немич Меликов это отметил по-особенному. За что президент Российской Федерации попросил его передать слово благодарности муфтията Республики Дагестан и лично муфти. Не только в Махачкале, но и в других городах и районах республики в месяц Рамадан проходят крупные мероприятия. Около 5000 человек приняли участие в коллективном эфтаре, который проходил в селе Зелюртовского района. Подробнее расскажет Хамзур Магомедов. 20 казанов с фирменным пловом в селе Зубутли, Мятли, Ефтар и Единство. На коллективное разговение собрались тысячи людей, взрослые дети. Для ребят предусмотрена детская площадка, а для взрослых познавательная программа. У нас сегодня проходит совместный эфтар села Зубутли и Мятли. Мы каждый год проводим такой масштабный эфтар. В прошлом году у нас было 3000 человек, в этом году мы рассчитываем на 5000 человек. И приглашенные гости у нас доктор исламских наук есть Мухаммад Арванинский. И также имам Ирайону города Дербент, Каспийск, Хасаверт. Строки священного Корана и нашиды украсили мероприятия. Перед верующими выступили богословы, представители местной власти и общественники. Помимо этого, среди участников провели викторины и конкурсы с подарками. Очень благодарны всем. Это просто невероятная атмосфера, честно сказать. Людей, которых не видел многими месяцами, годами, это уже здесь встречаешь. Что могу сказать, сплочает нас. И хочу, чтобы в следующие годы тоже так же проводили такие же мероприятия. После захода солнца прозвучал призыв на вечернюю молитву Азан. Это значит, что еще один пост месяца Рамадан подошел к концу. Хамзанур Магомедов, Чалал Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, село Зубытли-Мятли, Кизилюртовский район. Сельскохозяйственная ярмарка прошла в минувшие выходные по улице Пушкина в Махачкале. Участие в ней приняли более 180 производителей. На выбор горожанам была предоставлена экологически чистая продукция по сниженным ценам. Мероприятие прошло при содействии Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли Дагестана. Главы ведомства и мэр города Салман-Дадаев договорились провести аналогичную ярмарку в преддверии священного мусульманского праздника Ураза-Байрам 30 апреля и 1 мая. Приобрести свежие товары по низким ценам можно будет на нескольких городских площадках. Сегодня мы пообщались здесь с и покупателем, и производителем, все довольные. Махачкалинцы говорят спасибо сельхозпроизводителям за эти на самом деле великолепные товары, которым славится всегда Дагестан, которые на самом деле реализовывались по очень достойным ценам. Мясо 300 рублей, куры свежие, замечательные куры 180 рублей, капуста 60 рублей. Другие товары тоже по таким же аналогичным ценам. Устойчивое развитие туризма на Северном Кавказе. Федеральное совещание под таким названием прошло в Дербенте. По его итогам было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития туризма на Северном Кавказе, а также были намечены планы по созданию брендового туристического проекта на территории СКФО и Республики Адыгея. Кроме того, здесь же была принята дорожная карта совместных мероприятий на 2022 год. Все подробности Василий Манаповый. На одной площадке представители Ростуризма, депутаты Госдумы, чиновники профильных ведомств и эксперты туриндустрии. Внутренний туризм в условиях санкций сегодня приобретает особое значение. Регионы Северного Кавказа в этом плане имеют все возможности для его развития. Об этом говорили практически все выступающие. Ну а известный депутат и спортсмен Николай Валуев подчеркнул необходимость грамотного использования имеющихся ресурсов. Внутренний туризм в России таит в себе колоссальный, просто невообразимый потенциал. Я говорю это не только в контексте всего Кавказа, Северного Кавказа, а вообще в результате того, что у нас страна занимает несколько климатических поясов. И это не только климатические, это совершенно разные природные ландшафты, то это открывает необозримые возможности для туризма. В первую очередь для россиян, внутреннего туризма. Это, кстати, немаловажно в контексте тех санкций, которые сейчас введены против России. Мы, скорее всего, будем повышенный приток туристов наблюдать в этом году, безусловно, во все наши уже сложившиеся туристические метки. И даже там, может быть, где туристов было доселе еще и маловато. Важность создания привлекательных условий для туристов подчеркнул заместитель полномочного представителя президента ВСКФО Владимир Надыкта. По его словам, в первую очередь необходимо наладить транспортную логистику в туристических районах. А также нужно подготовить персонал для качественного обслуживания клиентов. Иначе говоря, нужны специалисты. Наш опорный Северокавказский федеральный университет осуществляет подготовку. И остальные вузы, которые входят в консорциум, всего в консорциуме более 20 вузов. И подготовку возможно осуществлять практически во всех, но по специфическим специальностям, по отдельным направлениям подготовки. Я так понимаю, они не в этом году начали работать? Нет, это было начато ранее. Сейчас стоит в условиях развития в целом туристической области, потребности туристических организаций определиться, сколько же готовить таких людей, какого уровня и по каким направлениям подготовки. По итогам сессии региона СКФО, Республика Адыгея и Северокавказский федеральный университет, выступившие организатором мероприятия, подписали соглашение о запуске совместного туристического проекта. С совместными усилиями при взаимодействии всех органов исполнительной власти, всех министерств и комитетов, ответственных за развитие туризма в своих регионах, мы сможем добиться гораздо большего. Мы сможем сформировать тот межрегиональный маршрут, который будет привлекать туристов не только со всей России, а со всего мира. Планируется, что регионы создадут брендовый туристический маршрут на территории субъектов СКФО и Республики Адыгея. Асель Манафа, Мурат Бигбарсов, Новости ННТ, Дербент. В Махачкаре прошла ежегодная республиканская конференция врачей-офтальмологов. В этом году на ней собралось более 150 специалистов со всего Дагестана. В рамках встречи медики разбирали актуальные проблемы офтальмологии, провели анализ эффективности своей работы и обсудили новые подходы к лечению известных патологий. Конференция организована Республиканской офтальмологической больницей совместно с Минздравом региона. Приглашены все офтальмологи нашей всей республики, со всех районов и городов. Цель нашей конференции – довести самые последние, как говорится, новшества, новые методики, новые методы лечения, хирургического, консервативно, до наших офтальмологов. Это тоже мы доведем до наших коллег. Ну и различные методики хирургического лечения, например, факоэмульсикация катарактов в осложненных случаях. Ну очень много интересных докладов, поэтому наши коллеги с удовольствием приезжают каждый год и, в общем-то, слушают с интересом наших докладов. И о спорте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле обыграла одноклубников из Ставрополя. Матч 26-го тура ФНЛ-2 завершился в пользу хозяев поля со счетом 2-0. К концу первого тайма дагестанскую команду вывел вперед Джамал Дебергаджиев. Нападающий оказался первым на добивании после отскока мяча от штанги. Во второй половине игры махачкалинцы удвоили свое преимущество. На 66-й минуте Абакар Гаджиев красивым ударом отправил мяч в верхний угол ворот соперника. Эта победа позволила «Динамовцам» набрать 53 очка и догнать лидирующий в турнирной таблице ростовский СКА. Мы владели мячом инициатива, но много моментов не создали. Были подходы, моментов много не было, но все равно забыли гол. И это очень важно. Вовремя забыли гол. Второй тайм начался. Скажу, похуже, чем первый тайм. Все равно была суета, надо где-то эмоциям управлять. Но все равно забыли второй гол. И, в принципе, эту игру должно было привести спокойно до конца. По возможности забить еще гол. В целом набрали три очка. Это самое важное. Поздравляем всех в клубе с победой. Двигаемся вперед. Будем анализировать и двигаться дальше. Гамид Агаларов упрочил лидерство в гонке бомбардиров премьер-лиги. Дагестанский форвард Уфы был точен с пенальти в матче против Сочи. Забитый мяч не принес очки его команде. Уфинцы потерпели поражение со счетом 1-0. Для Агаларова гол ворота Сочинцев стал 16-м в текущем сезоне. Он забивает в третьей игре подряд и с отрывом лидирует в списке бомбардиров. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. До встречи.